Еще одна дорожная ситуация стала темой для нашего сюжета. Около года жители двух садовых некоммерческих товариществ, расположенных в Ленинском районе, Рассвет и Восход остаются без дороги, соединяющей их дачные поселки с внешним миром. На подъезде границы садовых товариществ однажды оказались огромные бетонные блоки, установленные собственником территории, по которой проходит дорога совхозом имени Ленина. Другой прямой дороги к дачным поселкам нет. Члены садового товарищества «Рассвет» решили обратиться к директору совхоза Павлу Грудинину. Надеюсь, что человек, который говорит о том, что он всячески поддерживает идеи коммунистической партии, он разделяет ее идеологию, привержен ей, пойдет навстречу и даст возможность садоводам доступа к своим участкам по дороге, которая существовала много десятилетий. Но в результате разговора, который у нас сложился, мы поняли, что, к сожалению, он не просто не заинтересован, чтобы просто предоставить проход, проезд садоводам. Он попытался максимально выгодно для себя постараться продать нам это право, право прохода по этой грунтовой дороге, которой садоводы пользовались. Людям приходится в прямом смысле слова пробираться к дачным участкам по территориям других садоводств, проезд в который, как правило, закрыт шлагбаумом. Дорога к дачам превращается в преодоление препятствий, да и соседи возражают против транзитного проезда по своим территориям. Цитата из документа, направленного в Видновский городской суд председателем правления СНТ «Восход» Андреем Родиным. В связи с отсутствием технической возможности СНТ «Восход» возражает против транзитного проезда и прохода по его территории к землям СНТ «Рассвет». В связи с тем, что внутренние дороги СНТ «Восход» не предназначены для транзитного проезда. Были даны некие обещания со стороны Павла Николаевича Грудинина много лет назад, что у нас будет такая возможность использовать эту дорогу. Потому что она используется и сельскохозяйственной техникой, и она удобно расположена, поскольку она идет вдоль нашего забора, совершенно не затрагивая его коммерческие интересы. Кроме того, вдоль этой дороги проходит большое количество коммуникаций, которые невозможно перенести. Соответственно, использовать ее, кроме как дорогу, нельзя никак вообще. «Вопрос, наверное, в каких-то вот таких, наверное, человеческих отношениях к людям, поскольку мы не видим здесь никакого вреда для совхоза, если бы мы использовали эту дорогу». Оказавшись во всех отношениях в тупике, садоводы обратились в суд. «Представители совхоза имени Ленина, выходя в суд, по непонятным нам причинам утверждают, что данной дороги никогда не существовало, хотя она нанесена на все публичные карты, в том числе Яндекс-карты, Гугл-карты, GPS-навигация, ГЛОНАСС-навигация. То есть везде данная дорога существует, фигурирует как дорога для проезда». А через несколько месяцев начнется дачный сезон. Будет ли у членов этих садовых товариществ возможность проводить время на дачах, пока остается под вопросом. Продолжение следует...